Я хочу вас всех поприветствовать. Добрый вечер. И сегодня сейчас наша встреча посвящена рассмотрению практики Ло Джонг. Сегодня наша встреча – это класс, где мы изучаем практики Ло Джонг. И, во-первых, хотелось бы сказать о том, что у нас есть две встречи. Первая встреча посвящена сокровищности Хармадхату. Вторая встреча посвящена практикам Ло Джонг. И мы в рамках рассмотрения практики Ло Джонг дошли до Бадхичиты. Что касается Бадхичиты, то это очень обширная тема. Поэтому о Бадхичите можно приводить много советов о том, как взращивать Бадхичиту. Как взращивать Бадхичиту можно давать наставления, связанные с нашим непосредственным опытом. И также мы получаем наставления от учителя о взращивании Бадхичиты. Мы, прислушиваясь ко всем этим советам, ко всем этим наставлениям, должны на своем опыте добиться зарождения подлинной Бадхичиты. Поэтому надо помнить о том, что Бадхичита — это очень глубокая практика, это очень обширная практика. Аспект глубины и обширности таким образом присутствует в Бадхичите. И, конечно же, за короткое время очень сложно полностью осветить эту тему. И мы будем идти по мере своих возможностей, мы будем раскрывать эту тему, исходя из наших способностей. Поскольку зародить Бадхичиту действительно трудно, нам следует постепенно подвязаться в том, чтобы зародить Бадхичиту. Это поэтапная практика. Конечно же, Бадхичита не зародится в одночасье, поэтому мы должны стараться делать так, чтобы медленно, наверное, постепенно должны прийти к подлинной Бадхичите. И не стоит отчаиваться, если это не получается. Даже если у нас получится взращивать Бадхичиту хотя бы на определенном уровне, то это будет очень замечательно. И в практиках Бадхисаттв говорится, что необходимо взращивать свои силы постепенно, поэтапно. Это означает, что за короткое время, скорее всего, мы не сможем освоиться с такой сложной практикой, как Бадхичита. Поэтому нам следует стараться методично, постепенно зарождать Бадхичиту. И точно так же наша практика, постепенность практики касается и устранения цепляния за истинное существование. Потому что это цепляние присутствует в нас самих безначальных времен. Поэтому очень сложно испоренить сразу же это цепляние. И что касается зарождения Бадхичитты, то есть наставление о том, что все мы, все существа равны. Что я и все остальные существа, мы равны своем положении. Но из-за наших склонностей и отпечатков, мы не всегда можем осознать, что все существа, по сути, одинаково стремятся к счастью. Такие факторы, как место рождения, нация, родность, все это становится для нас стеной, которая разделяет нас. Мы привыкли смотреть на мир с точки зрения таких вещей. И с другой стороны, мы очень сильно привыкли к цеплянию за я, к цеплянию за самость. Отпечаток, который откладывался в безначальных времен этим цеплянием, является очень сильным. Если мы скажем, что только в этой жизни мы начали вырабатывать эту привычку смотреть мир через призму цепляния за истинное существование, то это не так. Эта привычка смотреть на мир через призму этого цепляния присутствует в нас с безначальных времен. Из-за цепляния за самость мы склонны считать самих себя самыми важными существами. Поэтому можно сказать, что в себе любви, эгоизм, они коренятся в цеплянии за самость, в цеплянии за истинное существование. Из-за цепляния за самость возникает цепляния за собственную важность, или другими словами, в себе любви. Чем бы мы ни занимались, где бы мы ни находились, мы всегда склонны придавать важность тому, что происходит именно с нами, а не с другими. Также у нас есть склонность придавать важность именно тем людям, которые входят в категорию наших друзей, наших близких, а все те, кто относится к категории чужих, остальных, мы склонны пренебрегать ими, пренебрегать их благополучием. Это все происходит из-за того, что мы привыкли к цеплянию за самость. Поэтому, когда мы взращиваем Батхичиту, очень важно, чтобы мы искоренили это отношение, чтобы мы добились равностного отношения ко всем. Сам Будда говорил о том, что стоит отказаться от причинения вреда другим. Будто другие — это продолжение нас самих. То есть мы должны научиться видеть других продолжение самих себя. Обычно мы желаем счастья, здоровья, долголетия себе, самим себе. Но точно так же и все остальные существа желают себе благополучия, желают себе счастья, здоровья, стремление к наслаждениям, к приятному. Присутствуют во всех живых существах, даже птицы и звери, даже насекомые. Каждое существо стремится избежать боли. Каждое существо стремится к благополучию, к приятному. И мы должны осознавать это положение дел, такое положение дел. Поэтому бодхисаттва — это тот, кто осознаёт это положение. Поэтому в практике дхармы говорится, что приверженность лишь своим интересам, желаниям, выражения другим людям, деления на своих и чужих. Вот это всё, вот это всё свойственное обыденному, мирскому восприятию. Это всё не соотносится с настоящей практикой дхармы. Это всё отражает обыденное, мирское, мировосприятие. Но мы, последователи дхармы, мы, те, кто практикуем, воплощаем в жизнь эту практику дхармы. И к тому же мы являемся теми, кто следует пути Махаяны, пути Великой Колесницы. Поэтому наша практика не должна быть смешана, загрязнена с мирскими помыслами. в нашей практике мы должны придерживаться такого. Иначе, если даже мы пытаемся практиковать харму, но при этом прежние наши привычки, прежние устои, желать победы себе, желать поражения врагу, то в этом случае мы не сможем зародить бодхичитту. Это не станет практикой дхармы. А практика зарождения бодхичитты, как я сказал выше, это уравнивание себя с другими. дхармы. Поэтому, преобразуя свой ум, тренируя свое сознание, мы должны превозмочь эту привычку, делить мир на своих и чужих, желать блага лишь себе и желать несчастья врагам. Это не практика дхармы. Это не практика зарождения бодхичитты. Мы должны это понимать. Если наша практика дхармы смешается с подобным мировосприятием, эта практика станет загрязненной. Привязанность своим, привязанность к себе, привязанность к своему и неприятие к чужим, отторжение из-за чужих, все это отражает обыденную мирскую точку зрения. Но когда мы занимаемся практикой возвышенной дхармы, мы должны понимать, что это иной путь. Мы должны ясно это осознать, что практика дхармы это совсем другой путь. это путь, который свободен от мирских привязанностей, страстей. Если мы следуем далее за своими привычными установками привязанности, страсти, то это не путь дхармы. Это не путь бодхисадвы. Это разные пути. Мы должны отдавать себе отчет в этом. Поэтому есть отличия между этими двумя путями. И когда мы взращиваем бодхичитту, мы должны задуматься о том, что прямо сейчас может принести пользу существам и что в конечном итоге приведет существ непревзойденному благу. И что следует делать, чтобы этого добиться, это осуществить. Поэтому когда мы взращиваем бодхичитту, мы используем другое мышление. Смотрим с другой перспективы. свой ум должен быть спокойным, умиротворенным. К этому мы стремимся. И вместе с этим также необходимо стремиться к тому, чтобы способствовать успокоению умов других существ. И на прошлой встрече мы говорили о двух видах бодхичитты, об абсолютной бодхичите и об относительной бодхичите. Абсолютная бодхичитта это глубокий вид бодхичитты. А что касается относительной бодхичитты, то здесь надо помнить о том, что у всех людей есть разные мысли, разные идеи. И можно сказать, что идея относительной бодхичитты это самая высшая идея, которую могут осознать люди. и относительная бодхичитта в свою очередь делится на вдохновенную бодхичитту и деятельную бодхичитту. Что касается вдохновенной бодхичитты, то чтобы ее зародить, мы должны осознать равенство себя и других. И также проводить практику взамен на себя другими. Проводить те практики, которые освещаются в бодхичаре аватаре. Вы можете обратиться к сочинению Шантиндевы Бодхичар аватара, где приводятся эти практики. И далее Дзапат Рудримбачи в своем сочинении слова моего Всеволого Учителя пишет о бодхичите следующим образом. Также Дзапат Рудримбачи дает очень глубокие наставления касательно зарождения бодхичитты. Подобные же наставления есть и в других сочинениях, например, в Ламриме. И в основном есть два метода. методы. Первый это уравнивание себя другими, второй замена себя другими. Эти методы приводят к зарождению относительной бодхичитты, а именно вдохновенной бодхичитты. как я сказал, высшую относительность бодхичитта делится на вдохновенную и деятельную, а вначале зарождается вдохновенная бодхичитта. и в свою очередь вдохновенная бодхичитта зарождается, когда мы осознаем равенство всех существ. Когда мы смотрим на мир через призму своих обыденных установок, конечно же, очень сложно осознать, что все мы равны. Очень сложно даже подумать об этом, потому что обычно в межской перспективе люди стремятся разделить весь мир на два лагеря, на своих и чужих, и желают счастья, благополучия, просветания лишь себе, своему лагерю, а благополучия других людей. Вот это все придают забдение. А когда мы взращиваем бодхичитту, занимаемся практикой ладжон, подобного рода мысли и установки они недопустимы. Если говорить по-простому, бодхичитта это установка, это особая установка, которая отличается от обыденных мирских помыслов. И можно сказать, что практика малой личности, великой личности, средней личности, все эти практики также отличаются друг от друга своими установками. Какой бы практикой мы ни занимались, будь то практики уровня малой личности, везде мы можем увидеть такие основополагающие установки. Например, малая личность руководствуется тем, что она желает избежать страданий неблагих уделов. Поэтому она устремляется к рождению высших мира, в мире людей или в мире богов. И подобная установка называется установкой малой личности. Такова мотивация малой личности заниматься практикой дхармы. Мотивация обусловлена пониманием того, что хождение в неблагих уделов чревато огромными страданиями. А когда зарождается такая установка и мы практикуем дхарму исходя из такой установки, значит мы следуем пути малой личности. А что касается установки средней личности, то эта личность осознает, что где бы мы не оказались в сансаре, везде нас будут подстерегать страдания. Поэтому средняя личность устремляется к личному освобождению, устремляется к тому, чтобы совершить выход из этого круга подневольных рождений в сансаре. И если мы занимаемся практикой дхармы исходя из такой установки, то это практика средней личности. А что касается практики уровня великой личности, то эта практика обусловлена установкой бодхичитты. Когда мы взращиваем бодхичитту, мы начинаем понимать, что это особое отношение к существам. бодхичитта это особая установка, которая взирает на всех существ одинаково. Поэтому бодхичитта это то, что расширяет наш ум, границы нашего ума, мотивация бодхичитты крайне обширна. И когда мы преобразуем своем, тренируем свой ум, чтобы зародить бодхичитту, это значит, что мы перестаем заботиться лишь о собственном благополучии. Практика бодхичиттвы это оставление помыслов, связанных с себелюбием. Это оставление заботы лишь о собственном благе. Потому что взращивая бодхичитту, мы начинаем заботиться о благе всех живых существ. И конечно же это очень благая установка. Когда кто-то находится за рулем, везет пассажиров, пассажиры, все все, кто находится в этом автомобиле, все они достигают пункта назначения вместе. Нет такого, чтобы водитель добрался до места назначения первым, и лишь потом, через какое-то время, приехали его пассажиры. если кто-то ведет автобус, не бывает такого, что вначале приезжает водитель автобуса, и затем через некоторое время по воздуху прилетают пассажиры. Не бывает такого. Не бывает такого. Все приезжают вместе, все достигают вместе нужного места. на прошлой встрече мы говорили, приводили пример бодхисаттвы, который похож на лодочника. Есть установка бодхичитты, подобная лодочнику, то есть лодочник, когда везет путников, все они достигают того берега вместе одновременно. И точно так же, когда мы находимся в транспорте, мы достигаем нужного места вместе с водителем одновременно. Подобным же образом мы зарождаем установку «Пусть я смогу достичь пробуждения вместе со всеми существами, пусть я смогу привести всех существ в состояние Будды и вместе с ними войти в состояние полного пробуждения». Поэтому, как мы видим, когда речь идет о практике взращивания бодхичитты, это уже говорит о том, что мы заботимся обо всех существах. И не важно, какое это существо, это может быть насекомое, это может быть дикое животное или еще какое-нибудь существо. Мы заботимся в равной степени о благе всех существ, потому что все существа одинаково желают счастья и не желают страданий. В этом мы все одинаковы. Если это так, то и состояние полного пробуждения необходимо достигать вместе. поэтому такое бодхисаттва задумывается обо всех существах, взирает на всех них. Поэтому бодхичитты это особое, мощное, очень мощное, очень особое установка. Поэтому мы уравниваем себя с другими. Должна осознать, что все мы одинаковы, все существа одинаковы. И затем мы проводим практику замены себя другими. То есть мы здесь отмениваем свое счастье на страдания чужих существ. Мы начинаем осознавать, мы начинаем задумываться, смогу ли я служить на благо всех живущих, смогу ли я свое счастье отдавать другим, смогу ли я на себя принимать удары других, страдания других, подсилу ли мне такая практика. Подумайте, сможете ли вы принять на себя страдания других. И точно так же конечно когда задают такой вопрос, сможете ли вы взять на себя страдания других. На практике это очень сложно, потому что как бы прекрасно не звучали эти слова, забота о себе, это то, что свойственно нам. Когда нам говорят взять на себя страдания других, получится ли нам это осуществить. В рамках практики Бадхичитты мы размышляем о том, что все мои добродетели, все мои корни добродетелей я посвящаю тому, чтобы существа обрели состояние полного пробуждения. все страдания других я возьму на себя. Если мы освобождаемся от себелюбия, эгоизма, то подобного рода обширной установкой Бадхичитты сможет зародиться в нашем уме. Но если мы же дальше будем жить под влиянием цепляния за самость жить под влиянием себя любия эгоизма то конечно же это будет очень сложно взять на себя страдания других. Когда мы проводим эту практику замены себя на других когда мы полностью сможем истине обвинять свое счастье на страдания других тогда мы сможем достичь состояния пробуждения задумайтесь Будды пробужденные существа они заботились о благе всех живущих у них не было и тени о том чтобы заботиться лишь о себе и все их действия все поступки были направлены на то чтобы приносить пользу благо всем существам и стремясь оказать благо всем существам Будды сами достигли самого высочайшего совершенства самого совершенного состояния желая перенести благо другим Будды осуществили благо для себя желая осуществить цель для других Будды осуществили цель свою личную цель. Поэтому, когда мы взращиваем бахичитту, стремимся к осуществлению блага для других, то это высший путь. И на этом пути осуществление блага для себя происходит попутно. Оно подобно побочному продукту. И говорится, что Будда – это тот, кто обладает совершенными постижениями, это тот, кто развил все свои совершенные качества до предела. И все постижения Будды проявляются через Хармакаю. Хармакаю – это благо, которое Будда осуществил для себя. А то, что Будда проявляет в Рупакаю формном воплощении. Тем самым, через Рупакаю Будда осуществляет благо для других, приносит пользу и помощь всем существам. И это его Рупакаю возникло благодаря тому, что Будда равностно взирает на всех, равной степени заботится обо всех, и на чужое счастье смотрит, как на свое личное страдание. Поэтому Будда – это тот, кто полностью превозмог заботу лишь о себе, лишь о собственном благополучии. Будда – это тот, кто в совершенстве преисполнен заботой о благе других. И это тотальная забота о благе всех существ и приводит в состояние Будды. Как же Будда заботится о существах? Будда заботится о существах тем, что индивид становится Буддой благодаря равностному отношению ко всем, благодаря тому, что счастье, свое счастье обменивается на страдания других, благодаря практикам шести парамид, Благодаря практикам шести совершенных запредельных парамид, индивид достигает состояния полного пробуждения. И как мы видим, все эти практики уравнивание себя другими, замена себя другими, практика шести парамид, все они направлены на то, чтобы приносить счастье другим. В этих практиках нет даже и капли заботы лишь о собственном благополучии. Но, тем не менее, на этом пути обретается попутно и благо для себя. Поэтому Буддхичитта это то, что подчиняет и сансару, и нирвану. Тибетский царь Сонгдзен Гамбо считается воплощением Авалакидешвары. Есть история об этом. Из Индии В Индии были практики дхармы, которые услышали, что тибетский царь считается воплощением Авалакидешвары. Они решили впуститься в путь, чтобы увидеть этого царя Воучу. И они направились в классу, чтобы встретиться Сонгдзен Гамбо. И в те времена не было еще дворца Паттала, но был построен дворец Чахпури. И они видели, они видели, что в тех местах казнили очень многих людей. И они подумали о том, что, наверное, мы ошиблись. Наверное, Сонгдзен Гамбо это не воплощение Авалакидешвары. Потому что здесь умерщвляют очень многих животных, казнят людей. Если бы он был воплощением Авалакидешвары, он никогда бы не совершал такие поступки. И они подумали о том, что их тоже могут схватить, подозревая, что они являются лазутчиками и могут их посадить в темницу. Поэтому они решили убежать. Но царь прознал о том, что из далекой Индии прибыли практики, и он их позвал к себе во двор. и царь спросил их, кто они. И они сказали, что мы узнали, что вы являетесь воплощением Авалакидешвары, но прибыв сюда, по прибытии сюда, мы увидели, сколько много людей находятся в заточении, увидели, что многих людей казнят. Поэтому мы испугались. И тогда царь сказал, мне не стоит бояться. Вам не стоит бояться, потому что все это является моими эманациями. Все эти эманации я испустил, чтобы обуздать необузданных существ. Я даже ни одному существу не причинил вреда. Вот такой был ответ царя. Когда царь повелевает своей страной, он должен заботиться о благополучии поданных, заботиться о безопасности своей страны. И также царь Сонгзэнгамбо повелевает своей страной, будучи воплощением Авалакидашвара, он не причинил вреда даже ни одному существу. Поэтому мы должны посмотреть на семи к себе. Мы, в отличие от Сонгзэна Гамбо, нам не приходилось принимать тяжелых решений. Если царь Сонгзэнгамбо не причинил вреда ни одному живому существу, то нам подавно стоит придерживаться этого. То, что царь Сонгзэнгамбо сажал в темницу многих людей, казнил очень многих, это все было его магическими проявлениями, эманациями самого царя Сонгзэнгамбо. Поэтому мы сами в своей жизни должны стараться не причинять вреда другим. Если царь Сонгзэнгамбо нашел выход в такой ситуации, будучи правителем страны и он нашел искусственный метод, то и нам тоже необходимо постараться найти такой способ, потому что у всех у нас есть семья, у всех у нас есть окружение. Поэтому мы также должны стараться придерживаться этого, чтобы никому не причинять вреда. И непредвиденным методом является следование Бадкичите. Когда мы следуем Бадкичите, то мы приносим пользу и себе, приносим пользу другим. Мы никому не причиняем вреда. И себе тоже не вредим, но наоборот, приносим обширное благо для многих существ. И как я сказал, повторял до этого много раз, Бадкичите это самая высшая идея, это самая высшая установка, которая может появиться в сердцах людей, зародиться в умах людей. И чтобы зародить Бадкичитту, мы должны помнить, что это многосложный путь, на этом пути будут препятствия, нам необходимо приучать себя к этому Бадкичите. И чтобы зародить Бадкичитту, мы взращиваем себе равность на отношениях ко всем существам и также проводим практику замены себя другими. Проводим эту практику искренне. И чтобы зародить эту настоящую Бадкичитту, мы должны вначале зародить искусственную Бадкичитту. Искусственная Бадкичитта это не настоящая Бадкичитта. Это всего лишь подобие подлинной Бадкичитты. Потому что подлинная Бадкичитта охватывает всех живых существ, распространяется на всех живых существ. И пока у нас не зародилась такая Бадкичитта, мы должны хотя бы ее вызывать искусственно. Пока в глубине нашей души не возникла такая Бадкичитта, такая подлинная Бадкичитта, мы должны взращивать хотя бы искусственную Бадкичитту. Потому что эта искусственная Бадкичитта приведет к настоящей Бадкичите. Эта искусственная Бадкичитта в конце концов приведет к состоянию полного пробуждения. если искусственная Бадкичитта способна на это, то что уж говорится о настоящей подлинной Бадкичитте? Привести существ к чистым мирам, непревзойденному состоянию, это, конечно же, очень сложно. Поэтому вначале мы взращиваем ее искусственно, Бадкичитту искусственно. Поэтому вначале мы представляем, что обмениваем свое счастье на страдания других, обмениваем себя другими. Не стоит думать о том, что искусственная Бадкичитта имеет в себе мало силы, мало способностей, потому что, как я сказал выше, даже искусственная Бадкичитта обладает в себе способность привести других к высшим чистым мирам. а когда мы зарождаем настоящую подлинную Бадкичитту, то мы сможем помочь бесчисленным существам, бескрайнему количеству существ. Мы сможем привести бесчисленное количество существ в состояние Будды. Бадкичитта это в первую очередь стремление, чтобы привести существ к высшему, неприходящему благу, счастью. Это не простое желание, чтобы у всех существ была еда, питье, кровь, безопасное убежище. Потому что хотя это и хорошо, но тем не менее это пока еще приходящее счастье, приходящее благополучие. Мы поднимаем существ, высвобождаем их из темницы сансары и приводим к состоянию Будды. Желание, чтобы у всех существ была одежда, еда, питье, кровь, безопасное убежище. Все существа в состоянии закрыть свои базовые потребности, такие как кровь, безопасное убежище и так далее. Даже животные могут найти себе пропитание, убежище, логово. Поэтому когда мы говорим об Акхичите, это в первую очередь не просто желание, чтобы у всех существ жизнь складывалась наилучшим образом. Но в первую очередь это желание вызволить из сансары, высвободить из сансары. В своей практике чем бы мы не занимались, будь то простое начитывание молитв, все это следует посвящать благу всех живых существ. Это первое. Второе. Посвящать все наши практики, будь то простое повторение молитв, посвящать тому, чтобы все существа стали Буддами. Когда мы размышляем следующим образом, вот я сейчас практикую тхарму, ради этого, ради этих двух целей, то тогда ваша практика станет очень действенной. Представьте, что есть десять человек. из этих практик. Если мы свою практику практику тхармы посвящаем этим десяти людям, то это ограниченное количество людей. А если мы посвящаем свою практику благополучии двадцати людей, то наша практика стала два раза объемнее, содержательнее. Точно так же, когда мы свою практику включаем в заботу о благополучии всех живых существ, то такая практика становится крайне мощной, сильной, потому что мы заботимся о благе не десяти людей, не двадцати людей, не ста людей и не тысяч людей, но наша практика это проявление заботы о благе всех-всех бесчисленных существ. И все существа, какими бы они ни были, все они желают счастья, все они не желают боли, они желают избежать страданий. Поэтому я даже самые малые свои добродетели, даже самые малые свои корни добродетели буду посвящать тому, чтобы все обрели неприходящее счастье. И вот такая установка должна исходить из нашего сердца, она должна быть очень искренней. И тогда практика дхармы действительно будет нести себе очень сильное благословение. Для вас не будет того, кто называется врагом. Для вас не будет того, кто называется союзником. Вы перестанете делить существенно друзей и недоброжелателей, но вы будете равностно ко всем относиться. Какой бы практикой вы не занимались, какое бы благое деяние вы не совершали. Если вы все эти практики деяния будете совершать исходя из практики ботичитты, то есть задумываясь о благе других, то вы будете накапливать непревзойденные заслуги. Поэтому, как мы видим, обширность или действенность наших поступков определяется нашей мотивацией, определяется охватом нашей мотивацией, охватом наших помыслов. Например, мы можем подносить мандалу из бронзы, из железа, из золота, из серебра и тому подобного. Не важно, какую мандалу мы подносим. важно, с каким намерением мы ее подносим. Не стоит думать, что если мы преподнесем золотую мандалу, обретем состояние Будды, а если преподнесем серебряную мандалу, то обретем более низкое положение, более малый результат. Не стоит об этом так думать. Какую бы мандалу мы не поднесли, это может быть мандала из простой глины или из простых камней. не важно, что вы подносите. Важно то, с каким намерением, с какой мотивацией вы это подносите. Если вы эту мандалу, даже простую мандалу подносите ради блага всех живых существ и это делаете очень искренне, то в силу вашей благой мотивации, то даже подносение глиняной мандалу приведет к накоплению огромных заслуг. Даже подносение простой мандалы из глины станет причиной обретения полного пробуждения. А если подносить золотую мандалу осыпанную самоцветами, драгоценными камнями, но если при этом мы подносим эту мандалу, желая блага для себя, заботясь лишь о себе, то даже золотая мандала, вот это действие поднесения такой золотой мандалы, не станет причиной обретения выхода из санцари, не станет причиной обретения полного пробуждения. Поэтому, как мы видим, все очень зависит от мотивации, от чистоты нашей мотивации. Какую бы мандалу мы не подносили, золотую и серебряную, неважно, важна наша мотивация, важна наша установка. из мотивации. Поэтому это непревзойденная практика. Итак, бодхичитта зарождается благодаря тому, что мы уравниваем себя другими, и затем проводим практику замены себя другими. Не стоит думать о том, что если мы начнем обменивать свое счастье на страдания других, если мы будем проводить практику замены себя другими, то это создаст нам препятствие. Не стоит так думать. Если у нас есть подозрение, что нам будет плохо от такой практики, это значит, что мы до сих пор находимся под влиянием цепляния за самость, под влиянием себялюбия, геизма. Но если мы будем в своих действиях стремиться к принесению блага для всех существ, то это непревзойденная практика. Потому что в этой практике мы стремимся лишь к счастью благополучия других, стремимся только к этому. Есть выражение «другие превыше меня», «другие важнее меня». И этот девиз очень ярко выражен в этой практике, в практике зарождения бахичитты. «Тот, кто способен отказаться от своего блага, тот способен обрести совершенное состояние для себя. Лишь отказываясь от эгоизма, себялюбия, которое заботится лишь о своем благополучии, лишь отказываясь от них, мы можем прийти к своему личному совершенству». И Шантидева Бадхичария Ватария говорит об этом. «Посмотрите на разницу Буд и на разницу между пробужденными и простыми существами». К чему многословие? Взгляните на разницу между Буддами и простыми существами. Простые существа, стремясь к своей выгоде, стремясь к своему счастью, обрекают себя на страдания в сансаре. Потому что они находятся под влиянием цепляния за самость, под влиянием себялюбия и эгоизма. И из-за них, стремясь лишь к личной выгоде, к своему счастью, они придают себя на нескончаемые муки в сансаре. А Будды, стремясь к тому, чтобы приносить благо другим, они сами выходят из этого круга сансары. Будды, стремясь к тому, чтобы служить всем живущим, в конце концов, сами обретают непревзойденное благо. Поэтому Будды отрекаются от того, чтобы заботиться лишь о себе. Будды отрекаются от того, чтобы осуществлять лишь благо для себя. И этим, и этой жертвой своей, Будды, в конце концов, ватхисаттвы, в конце концов, достигают высшего счастья. Я обычно об этом говорю. Состояние Будды – это наилучшее состояние, чтобы служить благу всех живых существ. Состояние Будды наделяет наилучшими средствами, чтобы мы в полной мере могли приносить всем блага. Поэтому для нас само по себе состояние Будды – это не самоцель. Это не окончательная цель, к которой мы стремимся. Окончательная цель, к которой мы стремимся – это принесение блага всем живым существам. Осуществление блага для всех – это и есть окончательная цель нашей практики. Стремясь к этому, мы сейчас должны подвязаться к своей практике. И мы видим, что лишь став Буддами, только в этом случае мы сможем наилучшим образом помогать существам. Вот почему мы желаем стать Буддами. Для того, чтобы служить благу всех живущих, всех существ. Поэтому состояние Будды – это не самоцель как таковая, это не окончательная цель, к которой мы стремимся. Состояние Будды – это должно восприниматься нами как метод, как средство, благодаря которому мы сможем осуществить нашу конечную цель. Это служение живым существам. И говорится, что вот это пребывание в санкаре, оно бессмысленно, оно… Потому что оно никогда не заканчивается. Если идти на поводу своих омрачений, своих страстей, если из-за этих страстей заботиться о своих близких и вступать в соперничество с врагами, то это всё бессмысленно. Всё это – бесконечный цикл. В конце концов, мы опять придём к пустому месту. Это всё похоже на ноль. Это просто пустое место. Поэтому тот, кто взращивает бакхичитту, тот, кто тренирует свой ум, своё сознание, практикует харму, должен понимать это. Должен понимать, что все эти сансарные установки не должны быть стержнем нашей практики. И в рамках практики бакхичитты мы должны искренне следовать всем этим наставлениям, чтобы зародить вдохновенную бакхичитту. Вдохновенная бакхичитта – это подлинная бакхичитта. Потому что, когда мы уже породили вдохновенную бакхичитту, это означает, что мы уже в состоянии пробудить себе такое отношение ко всем живым существам, что мы заботимся обо всех них в равной степени. И говорится, что бакхичитта является священным принципом в начале практики. Даже когда вы слушаете наставления бакхарми, следует слушать их, исходя из установки бакхичитты. Когда мы читаем молитвы, делаем медитацию, все это необходимо делать, сопровождая эти действия духом бакхичитты. Если все эти действия, если все эти практики пронизаны духом бакхичитты, тогда все они становятся совершенными причинами для обретения состояния Будды. Поэтому, какой бы практикой мы ни занимались, очень важно, чтобы вначале мы всегда взращивали бакхичитты, и чтобы наша практика всегда была пронизана бакхичиттой. Какая бы практика ни была, есть очень важные принципы в начале, в середине и в конце, и в начале это зарождение бакхичитты. Это похоже на приготовление блюда. Чтобы правильно приготовить блюдо, вначале необходимо придерживаться определенных предписаний. Мы должны определенным образом подготовить продукты, нарезать их, приготовить, и затем, когда пища уже приготовлена, мы уже пробуем на вкус, мы уже наслаждаемся пищей. И вот принятие пищи это есть основная часть практики. А когда мы проглатываем пищу, это есть концовка, это есть завершение практики. Поэтому приготовление продуктов это начало предварительной шаги. Затем перемалывание пищи во рту, наслаждение их вкусом, это есть основная часть практики. И затем, когда мы проглатываем, эту пищу, это есть завершение. И эти принципы существуют для всех практик, не важно, какие это практики. Это могут быть практики, традиции сутри или тантри. Они могут относиться к тем или иным традициям сутри или тантри, но без разницы, мы должны вначале придерживаться определенных вещей, поэтому вначале говорится, что вначале мы взращиваем бодхичитту. Неважно, какой практикой вы занимаетесь, это может быть резерцание пустоты, это может быть любая другая практика. Вначале, перед основной частью практики, вы должны хорошенько пробудить себе бодхичитту. Если вы слушаете учение, перед учением необходимо пробудить себе дух бодхичитты. Если вы начитываете мантры или читаете молитвы, также перед этим необходимо пробудить себе бодхичитты. Поэтому бодхичитта должна предварять основную часть практики. Основная часть это может быть медитация, это может быть начитывание мантры и так далее. А в конце самое главное это посвящение заслуг. То есть все хорошие вещи, которые мы создали только что, мы не должны посвящать только для себя. И также не стоит поступать так, чтобы мы эти заслуги посвящаем, например, определенному узкому кругу людей. Конечно, когда речь идет о простых вещах, мы можем подумать, оу, вот эту вещь я могу подарить этому человеку, эту вещь я могу оставить в себе. Но когда касается практики, она должна посвящаться для всех, она должна посвящаться благу всех живых существ. В трех мирах, в трех разных сферах существует бесчисленное количество существ. Размышляя обо всех них, мы в равной степени наши обретенные заслуги подсвящаем всем им, то есть полностью даруем им все это, все это благо. При этом наше подсвящение заслуг не должно быть омрачено себя любимым, эгоизмом. Тогда ваше подсвящение станет очень сильным, очень мощным, поэтому какой бы практикой вы ни занимались, важно, чтобы были учтены эти три момента. Первый момент, предварительный шаг это бодхичитта. Второй момент, во время основной части практики мы должны придерживаться принципа безобъектности. И третий принцип, в конце практики мы посвящаем заслуги всем живым существа. И тогда ваша практика будет очень сильной, очень действенной. Вот эти три священных принципа должны быть всегда в нашей практике, присутствовать. И так, вдохновенная бодхичитта, чтобы породить ее, мы уравниваем себя с другими, затем обмениваем себя с другими. Эти два метода приводят к обыкновенной бодхичитте. Затем вдохновенная бодхичитта приводит деятельные бодхичитте, то есть практики шести парамидр, или практики десяти парамидр. Когда мы непосредственным образом приступаем к практике десяти парамидр, это есть бодхичитта деятельные. Когда вы совершаете даяние, соблюдаете нравственность и подвязаетесь в остальных практиках парамидр. Когда вы все это выполняете на практике, выполняете реальне, установка бодхичитта всегда присутствует. Поэтому, как мы видим, вдохновенные бодхичитты и деятельные бодхичитты одинаковы. Схожи в том, что и там, и там есть установка, помысел бодхичитты. Ригзин Джингмелингба говорил о том, что довольствование тем, что есть, необходимо Необходимо, чтобы довольствование тем, что есть, распространялось на мирские дела, потому что мирские дела никогда не заканчиваются, поэтому мы должны быть умеренными, быть в этой мирской суете, не должны делать так, чтобы они нас захватывали. Но довольствование тем, что есть, не должно распространяться на нашу практику, на практику, например, даяния. И далее также он говорил о том, что когда мы полностью следуем принципу кармического воздаяния, закону кармы, то мы становимся подлинными последователями трех драгоценностей, и нам уже более не стыдно находиться перед ликом святых наставников трех драгоценностей, потому что следуя закону кармы, мы начинаем воздерживаться от совершения неблагого, и мы подвязаемся к совершению благих деяний. И в этом случае мы радуем наставников, и нам не стыдно находиться перед их взором, потому что их взор проникает повсюду. И Джигме Лингба говорил о том, что следование закону кармы – это есть совершенная нравственность, это соблюдение совершенной нравственности. Далее он подчеркивал важность памятования и бдительности. Если мы всегда сохраняем памятование и бдительность, если мы пытаемся всегда их поддерживать, неважно, чем мы занимаемся, мы можем заниматься практикой фармы, взращивать бакичитту, то памятование и бдительность помогут нам не отходить от основных положений, от основных пунктов практики, не отходить от бакичитты в начале, от безобъектности в середине и в конце от посвящения заслуг, направленных на благо всех живых существ. И в этом смысле сохранение памятования и бдительности является наилучшим средством взращивания терпения. И далее мы всегда взращиваем, всегда поддерживаем в себе веру, преданность духовного гуру, то это и есть настоящая концентрация. Если мы благодаря вере, преданности в наставника никогда не отходим от практики фармы, то вот эта неотходность и есть сосредоточение. И далее следует усердие. Усердие, оно есть у всех у нас. И касательно усердия, Шантидева писал о том, что усердие это возвышенная радость в совершении благих деяний. Это значит, что вы с радостью подходите к вашей практике. Например, сегодня, если вы выслушали наставления по зарождению вдохновенной бодхичитты, если вы выслушали наставления по деятельной бодхичитте, то вы все эти наставления с радостью воплощаете в жизнь. Или, например, практика медитации. Вы черпаете радость в этой практике, и она вас не обременяет. Это значит, что вы обладаете усердием, потому что усердие, настоящее усердие, это радость в совершении добродетели. А обыденное усердие, например, когда мы усердно трудимся, работаем на работе, все это не является подлинным усердием, которое приводится во всех этих писаниях. Вся эта мирская активность называется ленью. Ленью в виде тяги с дурным действием. Вы можете удивиться. Вы можете посмотреть на очень занятого человека, который 20 раз писал свои сутки наперед. Вы думаете, он очень усердный. Как же можно его назвать ленивым человеком? Но дело в том, что если все наши силы направлены на то, чтобы зарабатывать деньги, накапливать богатство, в конечном итоге, в перспективе всех наших жизней, это занятие, в этом занятии не так-то уж много смысла. А практика бодхичитты, в перспективе всех наших прошлых жизней, практика бодхичитты — это нечто очень ценное. И получается парадокс. На то, что в себе содержит огромную ценность, мы тратим пару минут в день. А на то, что в перспективе всех наших жизней не очень-то обладают и большим смыслом зарабатывания, накопления, богатства и так далее. На это мы тратим большинство своего времени. Вот все эти мирские дела, мирская цвета, хлопоты, которыми мы уже бесконечно множество раз занимались. И в перспективе наших жизней в них нет такого-то уж большого смысла, но мы все равно хватаемся за них, все равно тратим на них свою энергию, тратим все свои силы, тратим уйму времени на них. Но на то, что действительно поможет нам, действительно поможет нам полностью пересечь весь этот поток бескончаемых мучений и страданий, вот то, что содержит в себе огромную пользу, вот это все нами не очень-то, и мы не очень-то ценим это, не оцениваем по-достоинству. Если некоторым сказать о таком, что обыденное усердие – это на самом деле форма лени, разновидность лени, люди, наверное, не поверят этому. Если же человек, конечно же, наш мир, очень этот современный мир устроен так, что надо работать, заниматься многими вещами, если мы, будучи практиком кармы, беспокоимся о том, что мы мало времени уделяем для практики кармы, то это, что здесь хотя бы есть основа, стержень, но если человек, будучи практиком кармы, даже не беспокоится о том, чтобы дальше заниматься практикой кармы, если он не беспокоится о том, что он мало уделяет времени для практики кармы, то это никуда не годится. Потому что, если так посмотреть, вся эта мирская суета, во всей этой мирской суете мы всегда можем найти время для чашки чая, для чашечки кофе. Во всей этой мирской суете мы всегда можем найти время, чтобы поболтать с кем-то. Но почему мы не можем найти время для практики кармы? Почему это так сложно, когда речь идет о практике кармы? Вот чтобы поболтать с кем-то, выпить чашечку кофе с кем-то, здесь мы можем без проблем найти время. Но для практики кармы, почему это так сложно? Ведь карма — это то, что приведет к пробуждению. многие люди думают, что гораздо важнее сходить попить кофе, чем эти пять минут направить на практику тхармы или на совершение благого поступка. И Шантидева говорит об этом, что когда в приоритете у человека стоит первостепенная задача выпить чашечку кофе, то это есть лень, это есть разновидность лени, это есть тяга к бессмысленным, дурным занятиям. Это лень в виде тяги к дурным, бессмысленным занятиям. То есть это подобие активности. Это очень дурная привычка. Из-за нее мы всегда отвлекаемся на какие-то второстепенные вещи, не находим вещи для того, что действительно в себе несет ценность. Посмотрите на то, как мы живем. Есть много отвлекающих факторов. Нам надо работать. Есть много вещей, которые отвлекают, отнимают время. Иногда нас приглашают друзья. Надо куда-то сходить. Если так подумать, когда мы можем найти время для практики тхармы? Если мы так несерьезно будем относиться к практике тхармы, если в наших приоритетах будет встреча с друзьями, то тем самым мы у самих себя отнимаем эту возможность для практики тхармы. Для практики тхармы. Вот эти мелкие текущие мирские занятия. Мы драгоценность меняем на эти мелкие текущие действия. Это все равно, что взять и обменять кусок золота на кусок дерева. Если вы думаете, что вот я сейчас закончу все эти дела и займусь практикой тхармы основательно, то не думайте так, что такое время наступит. Потому что всегда есть болезни, всегда есть трудности. Когда мы рождаемся в этом мире, мы сталкиваемся со страданиями болезни, болезни со страданиями старения, умирания. Поэтому практика подношений, обхождение священных объектов, практика молитв, все это надо делать прямо сейчас, когда у нас есть здоровье, когда наши силы позволяют выполнять эти практики. А что будет в следующем рождении? Никто не может сказать. Будет ли опять такая возможность практиковать тхарму? Болезни, трудности, невзгоды, обусловленные нашей кармой, все это будет препятствовать конечно же практике тхармы. Поэтому сохраняйте веру и преданность наставникам Гуру Римбачи. Я просил вас, чтобы в этот месяц и в первый лунный месяц Саласара, чтобы мы посвятили эти два месяца для практики принятия прибежища. Пользу принятия прибежища мы также об этом мы также говорили, о том, что тот, кто принимает прибежище, будет в армии трех драгоценностей, тому не могут навредить даже десятки миллионов предоносных духов. Поэтому очень важно, чтобы мы принимали прибежища в трех драгоценностях, принимали прибежища в них, также обращались к духовному наставнику, звали к нему, звали к нему. Очень важно, чтобы мы принимали прибежища трех драгоценностей в гуру, и чтобы мы входили под их защиту. И затем мы взращиваем бодхичиту и практику свою посвящаем благу всех живых существ. И в конце посвящаем все заслуги благополучия всех существ и сохраняем такой умиротворенный настрой. Важно сохранять спокойствие, внутреннее спокойствие, умиротворение, потому что если нас будут терзать волнение, беспокойство, то мы не сможем помочь ни себе, ни другим. Итак, сегодняшнюю встречу можно закончить на этом. Давайте перейдем к вашим вопросам. стараюсь принести пользу людям, но некоторые все равно видят во мне врага, они испытывают негативные эмоции, то есть получается, что вред все-таки причиняется. Я становлюсь причиной негативной эмоции других людей. Что вы посоветуете, как следует себя вести, что предпринять в таком случае. Об этом говорил Шантидева Батхичарь Аватарь. Он писал о том, что даже если другие станут взирать на меня, как на врага, то пусть мое сострадание, пусть мое добросердеть к ним станет еще сильнее. Пусть я стану как мать, как заботливая мать, которая сидит подле своего заболевшего дитя. И когда эта мать смотрит, как ее единственное чадо начинает заболевать, то ее сострадание, вот это чувство сострадания любви, опека, забота, становится еще сильнее, когда ребенок болеет. И точно так же Шантидева пишет, если другие станут болеть этими негативными эмоциями, станут взирать на меня, как на врага, пусть мое сострадание, пусть моя любовь, пусть моя забота о них станет еще сильнее. Поэтому если вы помогаете другим, но другие начинают относиться к вам как врагу, если вы думаете, что ваши поступки становятся причинами возникновения у других людей негативных эмоций, омрачений, то вы со своей стороны руководствовались искренними помыслами. С вашей стороны нет ничего, что вы можете еще сделать. Вы и так помогаете. Ваши поступки вызваны вашими самыми чистыми светлыми намерениями, побуждениями. Поэтому если вы сталкиваетесь с таким, просто еще сильнее взращивайте сострадание. Просто еще сильнее взращивайте бодхичитту. И в таком случае я думаю, что лучше поступать так. И не всегда есть уверенность, что именно наши эти поступки становятся причиной омрачения других. Не всегда мы можем так сказать. Поэтому в любом случае просто еще сильнее проявляйте сострадание. О, Ласо. 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 причиной гнева других, то вы также, например, можете постараться сделать так, чтобы помочь косвенно, не напрямую, не так, чтобы вы сами это делали, а сделать так, чтобы эта помощь дошла в скрытом, в неочевидном таком виде, косвенно. Или можете подумать о том, что сейчас, наверное, не созрели условия, сейчас, наверное, не время, чтобы принести, оказать эту помощь. Пусть я смогу, когда созреют обстоятельства, пусть в будущем я смогу в нужное время, в нужных созревших обстоятельствах оказать эту помощь. Помолитесь об этом, чтобы, если даже не сейчас, то хотя бы в будущем вы смогли помочь. А если вы видите, что есть метод, когда можно косвенно, когда незаметно помочь, вы можете так поступить. Как развить равное сострадание к обидчику и обижаемому? Легко сострадать несчастному и обиженному. А как развить такое же сострадание к обидчику? Об этом также писал Ишанти Дева. Когда мы видим, что один обижает слабого, сильный обижает слабого, то и тот, и другой достоин сострадания. слабый, потому что он страдает. А сильный, который обижает слабого, или обидчик, он также достоин сострадания, потому что он находится под влиянием своих омрачений. Не он сам как Личность наносит вред этому слабому существу, а его омрачения заставляют его поступать так плохо, так сверно, так гнусно. Поэтому, поскольку вот этот обидчик находится под влиянием своих омрачений, находится в плену своих омрачений, он совершает сейчас столь тяжкие неблагие поступки, что он сам накапливает тяжкую неблагую карму. Он совершает очень тяжкие поступки. Поэтому, с этой точки зрения, и обидчик тоже достоин сострадания, потому что он сейчас находится, вот сейчас он помрачен, он находится в неведении, незнании, находясь под влиянием своих омрачений, под влиянием своего незнания, других своих страстей, причиняя вред этому существу, он на деле причиняет вред самому себе, накапливая тяжкую карму, совершая вот это тяжкое неблагое действие. Если бы это существо, если бы этот обидчик не был бы под властью, под влиянием своих омрачений, он бы не накопил такую тяжкую карму, не совершил бы такие тяжкие злодеяния. Поэтому и тот, и другой достойны сострадания. Обидчик достоин сострадания в том смысле, что он находится под влиянием своих омрачений и из-за них сам себе наносит вред, накапливая тяжкую карму, обрекает себя на страдания.